Северный город Команда северного города вернулась к теме аварийного дома, расположенного по улице Рабочий 2. Обнаружен труп без вести пропавшего устилимца. В приюте для бездомных животных хатика очередное пополнение. Юные гимнастки прославили Устилимск на соревнованиях. Афиша спортивных событий на выходные. Следственный комитет Российской Федерации уделяет пристальное внимание фактам, связанным с задолженностью по заработной плате сотрудникам предприятий. На территории Иркутской области она составляет около 200 миллионов рублей, почти перед пятью тысячами работниками в 16 организациях. С начала 2015 года следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено 10 уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы, сообщает следком.ру. Места для совершения краж преступники выбирают разные. Воры орудуют на улицах, в магазинах, барах и так далее. Но устилимские жулики решили отойти от шаблона. 2 декабря в половине 11 утра в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в храме по улице Карла Маркса 4 неизвестные открыто похитили ювелирные изделия, пожертвованные прихожанами. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По прибытию на место происшествия установлено, что благодаря бдительности и своевременному реагированию служителей храма был задержан один из мужчин, подозреваемый в совершении данного преступления. После чего в результате профессиональных действий сотрудников полиции по горячим следам был установлен и задержан второй мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления, успевший скрыться с места преступления. В предосмотре последнего было обнаружено и изъято имущество, заявленное как похищенное. Задержанные лица дали признательные показания, в отношении них избраны меры пресечения, ведется следствие. По данному факту в следственном отделе Межмуниципального дела МВД России «Устилимский» 02 декабря 2015 года возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренным пунктом А, части 2 ст. 161 УК РФ, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Если вы стали свидетелями или очевидцами преступления, обращайтесь в дежурную часть по улице Декабристов-2, либо звоните по телефону 983-00-02 или 100-102. Администрация Устилимского района объявляет прием заявок на получение субсидий из бюджета района на возмещение затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения между поселками Устилимского района в 2016 году. Перечень документов, необходимых для получения субсидий, представлен на сайте района. В декабре 2013 года начальник одной из пожарных частей Устилимска, используя свое служебное положение, путем обмана завладел денежными средствами молодого человека в сумме 25 тысяч рублей. Взятку подозреваемый получил за якобы оказание помощи кандидату при прохождении военно-врачебной комиссии в городе Иркутске, положительное заключение которой было необходимо для трудоустройства в пожарную часть. Ранний начальник пожарной части сообщил ему, что он попал в группу риска и по состоянию здоровья не подходит для работы и предложил решить проблему. В скором времени деньги им были получены. По данному факту проводятся следственные проверки. В ноябре 2015 года в следственное дело по городу Устилимск, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, поступило коллективное заявление работников одной из пожарных частей города Устилимска о факте совершения мошеннических действий со стороны их непосредственного начальника. По результатам проведенной проверки 6 декабря 2015 года Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемое как мошенничество, совершенное с использованием своего должностного положения. В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста проводится комплекс следственных мероприятий. Программу социально-экономического развития Иркутской области нужно формировать, опираясь на наказы жителей и нуждонаселения. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко на сессии молодежного парламента призок собраний при Ангаре, сообщает портал Сибирские новости. Ранее эта работа выполнялась таким образом. Собирались все программы бизнес-структур, сводились в единую таблицу, и это считалось программой развития области. Я полагаю, что это неправильный подход, пояснил губернатор. В одном из ноябрьских сюжетов мы рассказывали о плачевном состоянии дома в Левобережье по улице Рабочий 2. На отправленный нами запрос, наконец, поступил ответ из администрации города. Напомним, съемочная группа программы сразу отреагировала на просьбу о помощи. Здание, конечно, не новое, но есть в городе и похуже. Однако жильцы уверены, находиться в нем опасно. Осмотрев помещение, снаружи и изнутри мы в этом убедились. Дом перекошен, окна заколочены, полы проваливаются. Система канализации из-за порыва частично перекрыта. На два этажа один туалет и душ. Налицо нарушение всех санитарных норм. Общежитие облюбовали полчища мышей, крыс, пауков и мокриц. Некоторые комнаты закрыты. Хозяева переехали на дачу к родным или знакомым. Жильцы сообщили, что неоднократно обращались в управляющую компанию, администрацию, СЭС, областные жилищно-коммунальные комиссии, прокуратуру. 16 ноября служба областного государственного жилищного надзора провела внеплановую выездную проверку. Был составлен акт, в котором прописаны нарушения требований, предъявляемых безопасности эксплуатации жилых домов. К акту прилагается заключение об оценке соответствия многоквартирного дома требованием, установленным в положении о признании жилого помещения непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. В дополнение указали мнение членов межведомственной комиссии. Для принятия подобного решения необходимо техническое инструментальное обследование и заключение специализированной организации. В службе жилнадзора Иркутской области выдано предписание обеспечить безопасность условий проживания граждан в срок до 15 декабря текущего года. Мы сделали запрос в администрацию, какими будут дальнейшие действия по решению проблемы. Ведь 15 число не за горами. Пока ответа нет, остается надеяться, что местные органы власти исполнят предписание. Иначе дело дойдет до судебных разбирательств. Анастасия Матвеева, Алена Феоктистова, информационная программа «Северный город». Предприниматели региона получили налоговые каникулы на два года. Депутаты ЗАГСобрания при Ангаре приняли соответствующий законопроект в окончательном чтении на сессии 9 декабря, сообщает Иркутск Медиа. Напомним, к отраслям, которые попадают под налоговые каникулы, отнесены нефтехимия, машиностроение, производство пищевых продуктов, продуктовые технологии. После внесения поправок к ним добавились производство компьютеров, музыкальных инструментов, игр и игрушек. 6 сентября 2015 года следственным отделом Устилимска было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мужчины, который 26 июля этого года ушел из дома и не вернулся. 8 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность группы лиц к его безвестному исчезновению. Сотрудник следственного отдела Андрей Чехута рассказал о происшествии подробнее. В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь с 26 на 27 июля 2015 года между установленными следствиями лицами в ходе распития спиртного произошел конфликт, в ходе которого лица причинили потерпевшему множество телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Падение экономики и производства в России на сегодняшний день приостановлено, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В рамках встречи с журналистами федеральных каналов. Председатель правительства также отметил, что в следующем году, согласно прогнозам, ожидается рост экономики. По его словам, антикризисный план сработал. Об этом сообщает Иркутск Медиа со ссылкой на пресс-службу правительства Российской Федерации. По информации ветеринарных клиник, в город пришла страшная болезнь – собачья чума. Опасности подвергаются не только бродячие, но и домашние животные. Съемочная группа из северного города посетила приют Хатика, чтобы узнать, как обстоят дела с безнадзорными животными. Несмотря на принимаемые меры бездомных животных, на улицах Устилимска становится все больше. Кошки прячутся в подвалах, собаки собираются в стаи, а кому-то приходится выживать в одиночку. Телефон Светланы Бульбук, директора приюта, каждый день разрывается от звонков горожан, которые сообщают о появившихся в разных точках города потеряшках. Мы решили познакомиться с новыми питомцами приюта. Светлана Агатовна рассказала о судьбе каждого. Три недели назад он попал в приют. Сообщила женщина, что подростка сбила машина. Щенок явно домашний подросток на новом городе по дружбе народов. Может быть, кто-то узнает своего щенка. Он у нас в приюте. Этого ребенка тоже нашли на улице с ошейничком. На новом городе девочка. Тоже домашняя, видно, что явно домашняя собачка. Молли поступила к нам в дачный кооператив «Фиалка». Уже поздно осенью с травмой оперировали ее. Собака была с ошейником. Травма чего какая? Травма конечности. Сейчас собака в приюте. Может быть, тоже кто-то узнает. Может быть, соседи кто-то, друзья, знакомые. Узнает эту девочку. В хатика попадают не только дворняжки. Есть и породистые псы. Этого с 11 микрорайона привезли. Где магазин сами есть. Вот бегал на улице. Давно привезли? Ну, у нас уже где-то с месяца полтора находится месяц. Собака была сильно истощенная очень. Он и сейчас-то, как говорится, сильно-то не поправился. Так что никто не ищет. Может быть, тоже кто-то увидит, узнает, заберут ребенка с приюта. Эту собаку привезли с левого берега. Хозяин у нее явно есть, но живот на мошенник. К сожалению, своего любимца никто не ищет. Перед нашим визитом в приюте побывали ветврачи, которые провели несколько операций по стерилизации. Волонтер Оксана показала и этих собак. Тоже дней 10 назад нашли ее в ошейничке, вроде хорошие. Но никто не ищет, что она у нас приболела. Ну, уже выздоравливаем. Да, Аспания? Моя хорошая. Лиз, такая красивая, такая смешная. Немножко что-то у нее от хаски, по-моему. От хаски. Хвост кувырком, как от лайки. В общем, она там вообще прямо у нас. Матильда, сейчас котик тебе сделал, закашляла. Да, Лина? Да, Линочка? Смешная, но с характером девчонка. Вот такая вот. И никто тоже не ищет. Да, Лина? Хотя красивая, красавица. Все не любуются. Но явно она была домашней, потому что с такой шерстью, как у нее, не проживешь. Вот даже я сейчас не могу ее никуда оформить. Не в один вольер, потому что она абсолютно лысая. С виду пушистая. А на самом деле не под шерсткой, ничего нет. Она зимой не сможет жить на улице. Да, Матильда? А, Матильда? Я тебя тоже. Этого пса с переломанными ребрами доставили из района деревяшек. Отбили у стая, величают его женихом. Кобель прибился к собачьей свадьбе. А этот малютка в приюте недавно. Он растерянно бродил по улице. И неравнодушные устилимцы привезли его в хатика. Песик не одинок. В одном вольере с ним находятся еще пять малышей, которых подкинули в коробке к дверям питомника. Волонтеры выхаживают не только собак и кошек. Они спасают жизни голубям и даже воронам. К сожалению, средств на содержание такого числа животных катастрофически не хватает. Поэтому приют с благодарностью примет продукты, в том числе пищевые отходы столовых, крупы, корм, матрасы, одеяло, лекарства. Необходима любая материальная и физическая помощь. В прошедшее воскресенье в библиотеке «Первоцвет» у нас прошел праздник, день волонтера. В наших рядах пополнение. У нас теперь 28 волонтеров, которым вручали благодарственные письма, вручались удостоверения волонтера. Так что праздник прошел очень хорошо. Много было вопросов, которые даже попытались порешать уже. Так что приглашаем всех вступать в наши ряды. Кто неравнодушен к животным, кто любит животных. Владельцы собак, будьте внимательнее к своим питомцам в городе Чума. Чтобы не потерять любимца, необходимо сделать прививку. Анастасия Матвеева, Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Специально для информационной программы «Северный город». В городе идет подготовка к новогодним и рождественским благотворительным акциям «Чудесное Рождество» и «Рождественская елка-ангела», направленным на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также многодетным, малоимущим семьям города и района. Если вы желаете принять участие в «Добром деле», позвоните по телефону 8 902 541 51 51. Воспитанницы отделения художественной гимнастики «Дюсыша Лисохимик» вернулись с открытого первенства и привезли заслуженные награды. Побывала в гостях у юных спортсменок Алена Калько. Грацию и гибкость продемонстрировали устилимские девчонки на соревнованиях в Севербайкальске. Показать свои достижения приехали гимнастки из Усть-Кута и Братска. Конкуренция была серьезная. Только из Усть-Кута участвовали 70 спортсменок, но наши не подкачали. Это наша, получается, уже третья поездка, выезд из города, только в этом году большой. И тоже медаль, наверное, у нас оказалась. Мы привезли оттуда шесть медалей. Получается две медали первого места, три второго и одно третьего места. Дети у нас выступили очень хорошо. Принимали участие дети. 2011 года рождения, где мы взяли второе место, самые малышечки наши. 2010 года, где мы взяли первое и второе место, а 2008 год и 2006 год, где тоже мы взяли второе место. Школа художественной гимнастики существует в городе всего второй год. Но наши гимнастки уже добились заметных успехов. Вот так вот плодотворно у нас каждая поездка, которая у нас в этом году, начиная с этого года, у нас плодотворно. Мы ездили в Братск вот до этого, мы привезли тоже две медали на областные соревнования. Мы очень… дети у нас очень хороши, очень смотрятся вот на общем фоне таких именитых школ достаточно неплохо. Несмотря на юный возраст наших медалисток, самой маленькой всего пять лет, в их копилке уже есть такие значимые награды. И девочки не собираются останавливаться на достигнутом. Впереди новые вершины. 20 декабря состоится открытое первенство города Устилимска по художественной гимнастике «Зимние кружева». Мы ждем всех на это красочное мероприятие, которое будет проходить в Доме спорта «Юность». Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». В продолжение темы предстоящие выходные богаты как городскими, так и районными спортивными мероприятиями. Мы расскажем, где и когда они пройдут. В субботу и воскресенье болельщиков ждет первенство области по хоккею с мячом. В нем примут участие спортсмены 2002 года рождения. Планируют посетить наш город команды из Иркутска и Усть-Кута. Все игры пройдут на стадионе «Юбилейный» начала в 12.00, 13.30 и 15.00. Завтра в Доме спорта «Гренада» продолжатся соревнования по мини-футболу «Лига Фуджи» среди взрослых команд города. Начало игр в 10 часов. Любители боевых видов спорта приглашают на первенство у Стелимска по боксу среди спортсменов города и района 98, 99 и 2005 годов рождения. Будут и гости – боксеры и Железногорска. Бои пройдут в субботу с 14.00, в воскресенье – с 11.00. В Доме спорта «Юность» состоится внутренний турнир Дю США по баскетболу. Спортивный комплекс ждет болельщиков в субботу с 2.00 до 4.00 и в воскресенье – с 12.00 до 3.00. Также в воскресенье спортивно-осторовительный комплекс «Молодежный» в поселке Неван приглашает горожан и жителей района встать на лыжи и поучаствовать в традиционных соревнованиях, которые пройдут в рамках открытия лыжного сезона 2015-2016 годов. Регистрация участников до 11.30. Проведи выходные спортивно. Алена Калько – специально для информационной программы «Северный город». Во Дворце культуры «Дружба» 14 и 15 декабря пройдет выставка продажа шуб от компании «Меховая палитра». Модниц ждет огромный выбор и привлекательное соотношение цены и качества. Шубка – вещь, которая, по мнению женщин, обладает поистине чудодейственной силой. Она способна согреть не только тело, но и душу. Даже выбор шубки – это настоящее наслаждение. Присматривать, примерять, бесконечно красоваться перед зеркалом. Главное, чтобы не пришлось сделать выбор между ценой и качеством изделия. На выставке продажи меховой компании «Палитра» вы можете выбрать шубку великолепного качества по приемлемой цене. Определить же качество меха можно очень просто. Если сжать мех, то на хорошей шубке ворсинки не слипаются, а само изделие быстро принимает первоначальную форму. Швы на таких шубках, как правило, тонкие, гладкие. Если встретили такую вещь, смело берите, не пожалеете. Гарантией хорошей вещи является фирма, которая ее предлагает. Меховая компания «Палитра» работает на рынке свыше пяти лет. С каждым годом количество представительств компаний во всех регионах России увеличивается. Как увеличиваются объемы продаж? Именно поэтому «Палитра» может предложить свои оптовые цены на меховые изделия. Сегодня на выставках-продажах меховой компании «Палитра» можно видеть сотни моделей шубок из норки стоимостью от 49 тысяч до 99 тысяч рублей. Разнообразие фасонов, расцветок. Тут можно подобрать модную норковую шубку как для худенькой дамы, так и на пышечку. Сейчас крайне популярны шубки с фигурным подолом, рукавами и обычного кроя. Поражает разнообразием и коллекция мутоновых шубок. Более 300 изысканных моделей и расцветок на любой самый взыскательный вкус – от 10 до 35 тысяч рублей. Если шубка приглянулась, а возможности приобрести ее нет, то специалисты компании «Палитра» могут предложить вам оформить покупку в рассрочку или взять кредит. Возможно, без первоначального взноса сроком от полугода до двух лет на довольно выгодных условиях. Работаем мы с двумя крупнейшими банками по России – это «Ренестансбанк» и «ОТП-банк». Шубы из норки мутона «Нутрия», «Орелага» и других мехов ждут вас на выставке продажи меховой компании «Палитра». «Палитра» – минимальная цена и максимальное качество. Наш выпуск подошел к концу. Я Анастасия Матвеева и мои коллеги прощаемся с вами до следующей недели. Удачных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова